Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Я приветствую вас на Всероссийском семейном форуме, который даёт старт году семьи. Он является естественным продолжением года учителя и наставника. Для этих общенациональных проектов, посвящённых детям, мы и проводим в жизнь всё, о чём говорили только что с семьями многодетными, которые стоят за моей спиной. Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите телеканал 6 ТВ, в эфире актуальное интервью. С этих прекрасных слов президент России начал год семьи. И сегодня об этом мы поговорим с гостем нашей студии Максимова Иванова, депутат Государственной Думы. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Как вы думаете, почему именно год семьи? Почему это вот так важно и возникло именно сейчас? Ну, я на это смотрю в таком глобальном масштабе. Сегодня мы понимаем, что мир изменился, и Россия борется в этом мире за многополярность. Сегодня одна страна возомнила себя большим таким героем, который может навязывать свои семейные ценности. Это мы говорим про Соединенные Штаты Америки, про Европу. Каждому, каждой стране они навязывают свои ценности. У них разрешены, мы видим, непонятные браки. Мы видим, что в школах устанавливаются дополнительные туалеты, непонятно для каких там гендеров и так далее и тому подобное. И наше государство, я как человек государственный, но точно в этом участвовать не хотим. Мы сами хотим определять то, как мы будем жить. И уверен, что многие государства вокруг сами хотят видеть развитие своей страны без каких-то подсказок извне. Семья для нашей многонациональной страны, это, конечно же, базовая. И эти базовые ценности мы хотим развивать. Поэтому 2024 год, конечно же, для нас в это непростое время является основным, базовым годом семьи. Вот вопросу о сохранении традиций семейных ценностей уделяется прям очень пристальное внимание сейчас со стороны нашего государства. И проводится множество мероприятий, форумов. Вот что нас еще ожидает в течение года семьи? Ну, на самом деле, государство обращает на семью, на семейные ценности не только в этом году. Это все идет в течение всего времени. И те мероприятия, которые будут проходить, а это не всевозможные форумы, это всевозможный выпуск контента, который как раз таки популяризирует семью. А как вы думаете, нужно это делать, популяризировать семейные ценности? Или, может быть, стоит оставить решение этих вопросов лично гражданам страны и ничего не делать в этой области? Вы знаете, я скажу так. Граждане, конечно же, должны сами определять, хотят они себе, не хотят. Но государство должно им объяснить, что они от этого выигрывают. За что мы сейчас на мировом пространстве боремся? Зачем нам это? Для чего? И, конечно же, эти форумы, весь этот контент, популяризация семейных ценностей должны исходить от государства. Ну, конечно же, от вас. Вы, как СМИ, тоже этим занимаетесь и подаете информацию. Зачем это каждому гражданину? Для чего это? Ведь я, как государственный, опять же, человек, скажу, что семья, есть такое выражение, семья – это малая церковь. А я скажу, что семья – это государство. Ведь в семье есть такие же ценности. Это единство, это забота и защита друг от друга, это то счастье, которое создаётся вокруг, это границы, которые есть у семьи, это их дом, это же их границы. Так же, как и у государства. Также у государства есть задачи, как и у семьи. Это, конечно же, содержание семьи, бюджет. Это планы на будущее у семьи и государства схожие. Ну да, вы совершенно правы. Такое маленькое государство. Да, это маленькое государство. И, исходя из этого, если мы изначально в семье воспитываем эти ценности, то и человек вырастает государственником. Он живёт не только правильно в своей семье. Ну, тут правильно-неправильно понятно, что смысл этого слова – своя правда. Но в целом, разве у семьи нет задачи защищать свою семью? Так же есть защищать свою родину, свое государство. Разве у семьи нет такой задачи, как объединяться? Конечно же, есть. Так же у государства. И если это привито с молоком матери, как мы это говорим, то, соответственно, человек вырастает настоящим гражданином, патриотом и живёт в своей большой семье под названием «Россия», и также относится к окружению и к людям вокруг себя. Делается много сейчас и для поддержки в том числе семей, для популяризации семейных ценностей. Вот какие меры предпринимаются со стороны именно федеральных властей и наших краевых для того, чтобы семьи у нас стали больше, крепче? Ну, мы сейчас находимся в Хабаровском крае. Я скажу так, что Хабаровский край – это регион, пример для многих регионов нашей страны. А материнский капитал за рождение третьего и последующих детей – 309 тысяч рублей. Это выше большинства регионов России. Действуют ли эти меры или не действуют? Часто задают вопросы. Но давайте возьмём тогда федеральную повестку. Как говорил президент буквально недавно, на 26% выросло число многодетных семей в России. На 30% выросло число детей, воспитываемых в многодетных семьях. Исходя из этого, мы понимаем, что семья же – это дело хлопотное. И если бы не было этой поддержки, ну, мало бы кто решился на условия рождения трёх и более детей. На сегодняшний день мы видим рост, исходя из этого, понимаем, что эти формы поддержки действуют. И государство обязано обеспечить. Человек принимает решения, конечно же, сам. Но если он видит, что ему помогает, если он видит, что есть социальная поддержка, если он видит, что есть поддержка от государства в разных сферах, ну, соответственно, он принимает такие важные, осознанные решения, как быть государственным человеком, многодетным, папой или мамой. И у нас, я хочу сказать, что в России семейные ценности папа и мама поддерживаются. Это заложено в Конституции везде. И вот здесь, конечно, при принятии этого решения люди руководствуются заботой и защитой от государства. Ведь политика – это тоже забота. Здесь всё, в общем, связано. А как вы считаете сами, что более важно? Именно материальные какие-то бонусы, которые даются многодетным семьям? Либо моральная поддержка их и, ну, я не знаю, наверное, популяризация того, что в семье должно быть много детей и помощь со стороны, может быть, органов образования, социальных структур? Ну, я бы разделил это, наверное, на две задачи. Знаете, тяжело разделять воздух, солнце, да, всё важно. В нашей жизни всё важно. И здесь, если первая задача – это, конечно, популяризация, это то, чтобы нашей семье показать пример, насколько многодетная семья на сегодняшний день является примером. Знаете, у нас есть очень много хороших фильмов, сказок и книг, которые мы можем как раз-таки людям показывать. У нас чаще всего, знаете, как происходит, ну, там, какой-нибудь супергерой, на кого мы ориентируемся? Или дети наши? Да, на супергероя. На супергероя, который действует в одиночку, явно не для семьи, да? Он спасает, может быть, мир, но чаще всего спасает себя или какие-то свои блага, да? Здесь это очень важная история – подача именно этой информации. И, опять же, это во многом зависит от вас, как от СМИ, от тех материалов, как вы сказали, про образование, которые нам дадут. И, конечно, роль семьи нужно популяризировать. У нас достаточное количество фильмов, где, как говорят на сленге нашей молодёжи, круто иметь большую семью. Круто, когда у тебя есть братья, сёстры, которые придут тебе на выручку, с которыми ты будешь жить. Вот я в семье один вырос, и буквально... Всегда хотели иметь или братья, или сестру? Всегда хотели иметь брата, сестру, а может быть, даже и не одного, да, нескольких. Я об этом часто задумываюсь. И здесь, конечно, ты приходишь к этому с возрастом, да? А если бы это было привито с детства, ну, в моём детстве кто был? Супермен, Халк, там, и пошло всё другое, которые люди... Ну, тоже они были люди-то, одинокие. Одинокие. И вот, чтобы нам не воспитывать это одиночество, мы с вами как раз-таки в этот год семьи, это не значит, что мы сделали этот год семьи... И всё, всё закончилось. И всё закончилось. Нет, конечно. Мы просто на это сделаем упор и вынесем это на первое место. Чтобы мы любые свои мероприятия, как государство, отталкивались именно от семьи, от года семьи. Чем это будет полезно семье? Для чего мы это делаем? Как от этого выиграет семья? Мы же каждый день встаём, у нас есть определённые задачи. Мы принимаем законы, помогаем людям, да? Делаем тротуары, дороги, свет и так далее, и тому подобное. И мы понимаем, если что-то не удалось сделать, а как семья от этого пострадает? А если это нам удалось сделать, решить какие-то задачи, то семья от этого выигрывает. И вот через призму семьи и нужно проводить все необходимые решения на государственном уровне, на федеральном уровне, региональном, муниципальном. Каждый чиновник, депутат, человек должен понимать, что всё, что он делает вокруг, каждый на своём рабочем месте, это делается для семьи, для людей. И вот чем больше мы будем воспитывать поколения для того, чтобы они делали это ради семьи, а я опять же говорю, это сострадание, взаимопомощь, взаимовыручка, долг, отечество. Это всё те базовые ценности, которые в нас-то сидят. Их просто нужно развивать. На сегодняшний день мы видим, что это у государства получается. И те наши западные недруги, которые всё мешают нам развиваться в том направлении, в котором мы хотим, слава богу, что мы сейчас уже на них не обращаем внимания. Не нужны нам их гендеры и все остальные. Не понять, как они живут в студии, не буду там слуха это говорить, но пусть они там сами живут. А мы будем воспитывать крепкую семью, развивать наше государство. Наш многонациональный народ будет жить бок о бок. Вот сейчас, как на СВО, да? И все национальности сидят в одном окопе. Все семьи дружат, дети дружат. В школах разных национальностей дети. Это же тоже семья. Большая семья под названием Россия. А всё идёт от истоков воспитания именно, как говорится, с молоком матери. Да, и вот эти наши скрепы, которые у нас есть в характере, наверное, всех русских людей, что нельзя бросить своих родителей, нужно о них заботиться. И люди старались всегда держаться вместе. И даже если, например, переселялись откуда-то к нам на Дальний Восток, они переселялись поколениями. То есть это было несколько поколений людей в семьях. Да и здесь они всегда жили поколениями. Без прошлого, знаете, такое распространённое, конечно, выражение. Я вот не скажу что-то новое. Без прошлого нет будущего. И это правда. И настоящего. Если ты не помнишь своих предков, если ты не понимаешь, какие ошибки совершали наши предки, или наоборот, какие завоевания и победы были, ты не сможешь на сегодняшний день жить правильно. И это же тоже семья. И вот мы говорили про фильмы с вами. И надо показать в фильмах не Супермена, а роль отца, роль деда, роль мамы, папы, детей. И тогда мы поймём, насколько это важно. И когда ребёнок будет смотреть по телевизору правильные мультики, слушать правильную информацию, видеть вокруг примеры, конечно, он вырастет настоящим гражданином, настоящим патриотом своей страны. Не будет оглядываться куда-то, как раньше это было. Там у нас всевозможные американские программы, обмен опытом и так далее. Нам нечего с ними обмениваться. У нас всё своё есть. Фундаментальное, базовое. И надо это просто сделать базовым. У нас своего хватает. И это надо прививать, это необходимо объяснять. И молодёжи показывать, что не карьера в жизни самая главная. Самая главная семья, благодаря которому твоя карьера сложится. Вот это очень важно. А у нас обычно все такие ценности, чаще всего у молодёжи, бывают заменены. Подмена эта произошла специально. Любители поменять ценности, ну вот как произошло буквально в соседних странах, когда ценности поменяли местами, и страна пошла в другое русло. И они видят уже, что мы разные. Для них это кажется. На самом деле мы все один народ. И я уверен, что это всё придёт к нашим базовым ценностям. Спасибо вам большое, Максим, что вы выделили время в самонапряжённом графике, пришли в нашу студию. Я думаю, что вот эти наши мечты и планы государства по сохранению семейных ценностей и популяризации, наверное, роли семьи и увеличению роли семьи в нашем обществе. Они дадут свои плоды, и мы получим совершенно уже другое поколение, которое будет думать о том, чтобы пусть у нас будет много детей. Однозначно. Но самое главное не просто про многодетство, а самое главное про базовую ценность семьи. Вот детей должно быть в семьях много. Но и семья должна быть цельная, крепкая. Папа, мама, слава Богу, девушка, дедушка, бабушка. И чтобы все эти люди жили крепко, дружили с соседями в городе, в стране. И мы все с друг другом, конечно, общались, процветали и создавали те условия для жизни, которые мы сами желаем. Не которые нам навязаны извне, а те, которые мы здесь создаём. Живём мы по ним. И не надо нам советовать. Самое главное. Мы сами знаем, как нам жить. И базовая ценность семья у нас обязательно будет популяризироваться, развиваться и укрепляться. Я в этом уверен на 100%. Ещё раз благодарю вас, уважаемые телезрители. Вы смотрели телеканал 6 ТВ. Актуальное интервью. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok